МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Тобольская панорама и обзор самых интересных событий из духовной столицы Сибири за прошедшую неделю. Обсуждать и анализировать сегодня с вами буду я, Анастасия Терехова. Далее коротко о самом главном. Больше ярких красок. Фасады Тобольских многоэтажек обретают новый вид. В Татарстан и Чувашию аэропорт Ремезов открыл новое направление полетов. 30 лет торгово-промышленной палате. В какой поддержке нуждаются предприниматели? Этой осенью исполняется 30 лет с одним созданием торгово-промышленной палаты Тюменской области. Сегодня это одна из крупных организаций, объединяющая свыше 600 крупных предприятий региона. Представительство палаты есть и в Тобольске. О главных достижениях, проектах и планах мы поговорим сегодня с Мариной Родионовой, директором обособленного подразделения торгово-промышленной палаты Тюменской области в городе Тобольске. А пока топ-5 событий этой недели. В Тобольске и Тобольском районе в 13-й раз прошел международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар из Керджиен. На Кучумовом городище собрались гости из 23 регионов России, а также из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Каждая подворья удивляла колоритом национальных блюд. Были баурсаки, птичий язык и другие угощения. Продемонстрировали гостям и национальные промыслы. В Агайском районе прошли Дни памяти атамана Ермака Тимофеевича. Вблизи деревни Старый Погост по традиции был организован стан представителей всех казачьих обществ в Тюменской области, а также делегации из Омска, Томска, Новосибирска, Республики Алтай. На конкурс казачьих куреней представили свои подворья. Прошли и соревнования по рубке шашкой, метанию ножей и фланкировке. Это неотъемлемый атрибут казачьей культуры. По традиции казаки совершили крестный ход на холм Ермака. Аэропорт Ремезов открывает новые направления полетов. С 11 августа открываются продажи билетов из Тобольска в Сургут, Красноярск, Нижнекамск, Чебоксары. Рейс в Красноярск и обратно будет выполняться по четвергам и субботам. Время в пути 2 часа 15 минут. Долететь в Нижнекамск прямым рейсом из Тобольска можно за 1 час 55 минут по четвергам. Улететь в Сургут из Тобольска можно будет также по четвергам и субботам. Прилететь в пятницу и в воскресенье. Время в пути составит 1 час. Кроме того, рейсом через Сургут табылики смогут улететь в Чебоксары. Еще несколько городских многоэтажек осенью предстанут в обновленном виде. Ремонт фасадов домов, выходящих на гостевой маршрут, заложен в программе «Тобольск настоящий». В прошлом году уже преобразились дома 31 и 37 восьмом микрорайоне, на торце которых поселился кит. В этом сезоне на очереди еще 7 многоэтажек, следующим летом – 10. Предельный срок выполнения работ – 1 ноября. Однако подрядчики рассчитывают завершить работы раньше при более благоприятной погоде. Поселок Сумкино вновь становится центром судоремонта и судостроения Тюменской области. Всех построенный более полувека назад обновили. Новое оборудование позволило в 4 раза увеличить производительность труда. В августе планируют завершить монтаж линий по подготовке стали. За год здесь построили две баржи, заложили третью. Большая часть специалистов из Ульяновска и Самары. Под их руководством изучают процесс местные рабочие. И теперь главной теме выпуска наш гость сегодня Марина Родионова, директора обособленного подразделения Торгово-промышленной палаты Тюменской области в городе Тобольске. Здравствуйте, Марина Валерьевна. Добрый день. Первый вопрос, наверное, самый интересный для людей, которые далеки от сферы экономики. Что же такое Торгово-промышленная палата и для чего она была создана в регионе, вот уже скоро как 30 лет назад. Да, Анастасия, на самом деле Торгово-промышленной палате в этом году исполняется 30 лет. Это такой достаточно серьезный юбилей. Я всегда говорю, что Торгово-промышленная палата – это огромная, большая бизнес-семья, где мы рады каждому предпринимателю. Неважно, малый бизнес, средний бизнес. Мы работаем с любым сегментом предпринимателей. Для чего мы созданы? Наперво, это, конечно, объединение предпринимателей, решение их вопросов, как частных, так и систематических. Продвижение этих предпринимателей. Конечно, у нас проходит огромное количество мероприятий. Я думаю, что мы чуть позже про это поговорим. И, конечно же, это защита наших предпринимателей, выстраивание диалога конструктивного между предпринимателями и администрацией. В общем, все, что мы делаем, мы делаем в одном ключе, в одной связке с нашей администрацией города Тобольска и с нашими предпринимателями. Помогаем нашим предпринимателям найти выходы на международные рынки. Также мы помогаем найти выходы и на рынок российский, скажем так, Владивосток хотите для развития, пожалуйста, Крым, пожалуйста. Торгово-промышленная палата действует по всей стране, да? Конечно, у нас созданы филиалы, да, в каждых областях, практически во всех городах мы присутствуем. Такая разветвленная сеть, которая помогает связи. Да, на самом деле в Тюменской области, в Тобольске, это, наверное, второй город, где мы есть, где присутствуем. На мне сейчас также УВАД, УВАДский район, Тобольский район. И я хочу сказать, что ребята из УВАД и Тобольского района, они ничуть не уступают нашим, они достаточно активные. В степени активности? Да, они достаточно активные, у них есть свои определенные мысли, пожелания, куда дальше двигаться, в чем им помочь. То есть мы постоянно находимся в контакте, передаем все пожелания, какие-то запросы, также отрабатываем с администрацией тех районов, с администрацией Тобольского района. Стоит отметить, что подписано же соглашение между администрацией города Тобольска и Тобольского района. Сотрудничество. Да, сотрудничество, в том числе, и мы с ними отрабатываем многие моменты. Все мероприятия сейчас, которые у нас реализуются, мы реализуем совместно. Поэтому я думаю, что это все идет как раз на усиление наших предпринимателей. У нас выстроен конструктивный диалог, и мы ездим в гости в УВАД, мы ездим в гости в Тюмень, вывозим наших предпринимателей, скажем так, на бизнес-миссии. Мы смотрим, как работают предприниматели в других городах, в других районах, перенимаем лучше, и я думаю, что мы и становимся лучше. Насколько я знаю, наши предприниматели же вывозят, ездят в Тюмень не только за обменом опытом, они и продукцию там свою реализуют. Вот недавно они на ярмарке, я знаю, допустим, товаропроизводители там представляли свои. Конечно, безусловно, этот обмен есть, и наши выезжают на ярмарки в Тюмень, и мы приглашаем тюменских производителей. Например, совместно с администрацией у нас готовится школьная ярмарка 20-21 августа, она пройдет на территории Рио, в самом торговом комплексе. На втором этаже у нас будут представлены и модели, можно будет посмотреть, и можно будет приобрести. Мы привозим фабрику, фабрика Сенс, они давно на рынке, на самом деле. Это форма, да? Это форма, это школьная форма, у них очень интересные модели, огромная линейка разных цветов, и я думаю, что... Можно не торопиться пока покупать форму. Да, на самом деле, может быть, что-то можно поделить. Конечно, поэтому обязательно ждем всех в гости 20-21-го, будет и выступление модели, будут различные мастер-классы, можно будет научиться. То есть это прям не просто торговля, это еще и такой немножко шоу. Да, это прям целое событийное мероприятие, скажем так, для школьников, родители мамочек будут учить плести косы для своим юным леди. Да, это прям быстро и качественно с утра одним глазом, когда ты только проснулся, быстро заплести. Вот, также будут представлены различные мастер-классы, можно будет купить в том числе и канцелярию. В общем, все в одном месте, упаковать своего ребенка в школу. Отличная идея. А сколько человек объединяет Тобольское подразделение наше? Вот как много? Сколько у нас вообще сейчас предпринимателей? Порядка трех тысяч там, очень больше. Да, на самом деле, наша бизнес-семья в Тобольске, она растет в геометрической прогрессии. Нас порядком более ста человек. На территории Тобольска торгово-промышленная палата представлена с 2015 года. Более активный свой рост и членской базы, и по развитию различных мероприятий. Мы, наверное, начали с 2018 года. Сейчас торгово-промышленная палата не нуждается в какой-либо рекламе. Предприниматели сами делают свой осознанный выбор. Мы представлены группой ВКонтакте, ТПП. ВКонтакте, можно на моей личной странице, также ВКонтакте видеть наши мероприятия, видеть какие-то анонсы. Нас на самом деле очень много. Сферы разные абсолютно. Мы объединяем и бьюти-индустрию, и промышленников, и производство. Разные сегменты, да? Да, и легкая промышленность. Это Илье, мне кажется, мы представлены наиболее теми производственниками, кто на самом деле работает, работает давно с этим, в этом видит развитие. Безусловно, в каждой отрасли есть свои проблемы, и основной голод – это, конечно, кадровый. Есть такие очень острые моменты, но тоже стараемся их решить различными путями. Если, Марина Валерьевна, говорить о проектах, которые во множестве у ТПП есть, как минимум у областной, но и у нас тоже мы не остаемся без интересных каких-то вещей. Вот, ну, например, какие проекты реализуются вами на базе города? Смотрите, у нас вообще 1 июля для торгово-промышленной палаты – это знаковая дата. 1 июля у нас был избран новый президент торгово-промышленной палаты, ей стала Ольга Леонидовна Языкеева. Помощник губернатора. Да, помощник губернатора. Мы очень рады данному изменению. Мы этого очень долго ждали, на самом деле. И сейчас у палаты вообще достаточно серьезный, очень мощный лидер. И Ольга Леонидовна, конечно, пришла и со своими проектами. Ольга Леонидовна, еще надо сказать, что она опытный человек в сфере экономики и бизнеса. Да, инвестиции. Много лет она этим занимается очень детально. Конечно. Мы завершили огромный проект Ольги Леонидовны. Значит, это было «Открываем область заново». Он направлен на все сферы туриндустрии. Мы собирали и ремесленников, и гостиничный бизнес, глэмпинги, кемпинги. Мы собирали кафе, рестораны. И мне очень понравилось, вчера уже была последняя сессия, многие, кто провел как бы все три мероприятия, посетил. Они прям с огромной благодарностью подходили и говорили, что спасибо. Обратная связь, да, очень пропустимая. Спасибо, прям это нужно. И ведь Ольга Леонидовна, она очень системный человек. И все спикеры, которые были приглашены, это же не просто теоретики. Это люди, которые ведут этот бизнес, которые постоянно в этом находятся. А задача была какая? Дать толчок какой-то развитию туристического кластера в городе, о котором мы много говорим? У нас вообще этот проект «Открываем область заново», он цель не только был на наш город, а больше про сельский туризм. Это был Ишим, Илутаровск, Заводоукоска, Уват, Тобольск, Тобольский район. Мы все собирались просто на больших локациях. Для чего? Во-первых, мы посмотрели друг на друга, кто вообще есть на территории. Потому что вчера, например, я видела очень много новых лиц. И это больше про то, что объединить, посмотреть, научить, подтянуть сервис, понять, что нужно сейчас клиенту. Потому что ведь зачастую открывается гостиница или открывается кафе, и они ориентированы как раз в большей степени под свой запрос. А вот здесь, допустим, будет так. Я думаю, что надо так, да. Да. А приезжают туристы, говорят, а мне нужно, чтобы меню были вот эти позиции. То есть это в первую очередь про то, что мы должны слушать своего клиента, да, и работать больше под их запрос. Спасибо вам за разговор. А я напоминаю, что у нас в гостях была Марина Родионова, директор обособленного подразделения Торгово-промышленная палата Тюменской области в городе Тобольске. А что еще происходит на сибирской земле, Тобольская панорама покажет через неделю. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова